всем привет вы снова на канале компьютерная технология сегодня у меня будет обзор не стандартный можно сказать а именно будет обзор самоката как бы не совсем по компьютерной теме но как бы интересная тема я думаю что некоторым людям будет интересная штука самоката фирме nixor китайский бренд типа серия профессиональная самое интересное то что на сайте nixor именно эти самоката нет возможно это как бы копия или возможно нужно заходить даже на китайский сайт смотрел много разных самокатов подобрал именно этой фирмы потому что он в принципе по качеству более-менее нормальная была сборка качество материала вообще как она сделана неплохо такая большая упаковочка есть разные разновидности этого самоката серия у нас professional 200 200 означает у нас диаметр колес 200 миллиметров есть также размер 180 миллиметров есть размер 145 миллиметров разница между этими самокатами еще и в том что кто из чем дороже это самокат с 200 и он более качественно собранный придерживает данный самокат вес до 100 килограмм вес самоката самого где-то приблизительно около пяти килограмм но так в принципе он собран на материалы результатами тут у нас шоу металл алюминий каркас скорее всего алюминиевый полиуретановые колеса как бы можно не пластиковые именно полиуретановые то есть может выдерживать некоторые такие неровности пользуется в данном самом карте специальные подшипники которые разработаны для вас в основном скутеров то есть для скейтов для самоката то есть выдерживает вес вот этой 100 килограмм 5 вроде бы типа такого плана есть разные разновидности данной подшипники каждый вид подшипников разработан под специальную работу то есть специальные нагрузки данном случае это у нас вес до 100 килограмм то есть вы полноценно Самокаты в основном эти серии, то есть от 145 размера колес до 200, то есть 145, 180, 200. От 5 лет можно кататься на данном самокате, то есть вы можете выбирать конкретно под вашего ребенка. Если ваш ребенок высокий, то вы сразу ориентируйтесь, берите 200-миллиметровый размер колес, диаметр. Если у вас не совсем высокий, то вы можете даже 145 взять, но самое интересное то, что если вы возьмете 145, я смотрел в принципе эти разные самокатики, у них разные качества сборки. Итак, распакуем данный самокат, хороший дизайн, есть разные цвета, в принципе у нас идет салатовый искренний цвет, вот такая большая упаковочка, то есть чем меньше колеса, то меньше зручка. У нас вот такого плана выходит самокат, вот большие 200-миллиметровые колеса диаметром, слегка колеса такие мягкие и подшипники тут по два штуки, то есть с двух сторон их используется, свободную держит. Когда крутишь, вроде бы не очень так, слегка так шуршает, на задней части. Также в комплекте идет инструкция по сборке, также идет набор ключей, шестигранников, которые можно покрутить в процессе езды, то есть вы можете немного поднастроить. Чтобы в принципе собрать данный самокат, это в складном состоянии, он типа такого плана выходит, мне кажется, что тут больше чем 5 килограмм, но что мне так кажется, около 5 килограмм веса. Чем интересна еще тут разборка, чтобы ее разобрать, нужно, во-первых, защелку вот эту сдвинуть в самый низ, во-вторых, так мы ее просто не сложим, нужно немного чуть вбок и он типа сделан. Подножка данного самоката у нас идет такая, как наждачка, то есть вы можете сюда поставить, в принципе он не будет скользкой. Нужной тормоз, фиксованный, нажимаете, он так раскладывается. Еще такой нюанс, если размер колес меньше, то есть вылит самой трубы, которая будет вверх-вниз, она также будет меньше. Здесь у нас есть три фиксированных положения, то есть защелкой 1, 2, 3, можно регулировать высоту. Здесь, скорее всего, тоже подшипник установлен, вот эта часть, скорее всего, в алюминии, вот сюда, вот отсюда, это все в алюминии. Тут пластиковые накладочки, пластиковый вот этот ключ. Если взять, например, ручку, здесь вот что-то похоже тоже на алюминий. Вот грипсы сами. Интересно то, что в данном самокате грипсы вот именно идут такого, идут они слегка прорезиненные, с этой стороны они идут такие вот пластиковые, то есть удобно можно держаться. Еще заметил то, что если чуть дешевле модель, у нас здесь есть специальные защелочки, которые фиксируются сам руль, и внутри этого руля, то есть есть пластиковые втулочки. В дешевых моделях их, возможно, и не будет, то есть у вас будет, если вы возьмете какого-то другого бренда, например, то эти ручки будут болтаться, как, не знаю, китайская дешевая штука, а здесь они, в принципе, зафиксированы крепко, то есть крепко будет держаться на вашей грипсы. С этой стороны также защелочки, раз, и собрали. Специальные вот эти пластиковые держатели для того, чтобы потом собрать, аккуратно сложить, чтобы меньше места занимался муком. Фиксаторы у нас подогнали где-то с определенной цепи, есть везде пластиковые втулочки. Поднимаем вверх, это у нас одно положение. Если хотите выше, делаем третье положение, сразу до третьей перешел. И положение высоты, где-то приблизительно через 5 сантиметров. Все, если мы не зажали, он немного так болтается, если мы это дело зажмем, все. В принципе, все четко, ничего не болтается, все круто, можно кататься. Серия Professional, то есть, по качеству вроде неплохой вариант. Подшипники, по идее, должны выдерживать скорость где-то около 40 километров в данном самокате. Я думаю, что вы быстрее на нем можете поехать 40. Ну, это очень, можно сказать, рискованно для такого самоката. Катаный суперкрутой, профессиональный, но такой начального уровня, профессиональный, будет неплохой такой самокат. Так что, в принципе, советую покупки, есть в данном самокате даже ножка. Не помню, вроде в простом самокате его нет. Где-то такая большая пружинка, раз, поставлю с пластиковую ножичку, и тут все ок. Конструкция крепкая, фиксаторы, специальный прорезинный оплотнитель, чтобы рама вашего не подпалась. Изначально она идет на тяжечку, то есть, чтобы нам это все дело назад сложить, он просто так не выйдет. Вам нужно нажать нижнюю часть, потянуть, немного разогнуть, и раз, защелочку эту поднять. Все, в принципе, сложится. Смотрел, вот дешевые самокаты. Здесь цветок инструкции идет немного по-другому. Там специальные вот эти закрутки, типа такого плана, типа защелочки, там зажимы. Здесь это все просто, легко разбирается, делается. Шпицы у нас пластик, пластик такой крепкий. Колесо очень плавно крутится. В принципе, все ок. Здесь тормоз крутим, раз, фиксируется сразу. Раз, фиксируется сразу. Хорошая покраска. Качественно покраслен, хороший сварной шоу. Вот такой, как бы можно, начального уровня профессиональной версии. Так что, я думаю, вот этот самокат, отзывы людям, в принципе, он понравился. Качественные винты, качественные подшипники. Даже я, в принципе, пробовал кататься. Хотя я не вешу 100 килограмм. Но вполне можно кататься. Пока он новый, красивый. Гарантию производитель дает около трех месяцев. Но, я думаю, если правильно пользоваться, данный самокат прослужит долгом. Так что, все. Пока всем удачных покупок. Будем тестить. Сниму немного обзор, как вообще катается на нем. И здесь вот эта часть, вот наклеечка. Наклеена, то есть, такой. Вверху у нас все красивенько. Здесь нюкелировано. Ничего не болтается. Все крутенько держится. Сложим обратно. Так, мы еще никуда не поехали. Заметив, что здесь у нас такая резинка специально для того, чтобы игрицы наши не потерялись. Ручки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok